Здравствуйте! Сегодня с вами я, Федор Трусов. Сегодня у нас в гостях Галина Шаргина, общественная активистка из Томска. Человек, два года назад остановивший кортеж Александра Бастрыкина. Тем самым вечеринка обратила внимание на беспределы коррупции в городе Томска. Сегодня она у нас в гостях после оглашения приговора в отношении господина Митрофанова, бывшего генерала МВД Томской области. Однако, вместо того, чтобы попасть на прием к господину Бастрыкину, Галина Шаргина стала свидетельством трагических событий в здании центрального аппарата Средственного комитета. Об этом и об общей ситуации в городе Томске, вызванной приговором в отношении господина Митрофанова, мы поговорим с ней. Галина, а как народ отреагировал на недавний приговор в отношении господина Митрофанова? Все ждали, что ему все-таки идет реальный срок. Здесь градация идет от 7 до 12 лет, но все думали, что она даст ему минималку, то есть 7, как его подчиненному начальнику УБИ Псавченко, 7 дали лет, 7,5, как генералу МЧС Бигуну дали 7 лет. То есть все предполагали, что суд в Томске все-таки соблюдает Конституцию и все равны перед судом и законом. Как общественность реагировала по поводу того, что прокурор запросил условно? Прокурор должен стоять на защите интересов граждан. По делу постановлен обвинительный приговор, законность судебного решения будет проверена после поступления приговора в прокуратуру. Вы слышали же мою позицию? Я в пленях ее полностью высказал, 40 минут. Вот моя позиция. А что касается дальнейшего, мы здесь будем думать. В Томске сложилась такая практика по прокурорам, что они выгораживают коррупционеров. Это было при Войкине, то есть всем коррупционерам, которые нарушают закон, берут взятки, то есть совершают тяжкие преступления, выносились по просьбе в прокуратуру. В прокуратуру вносились мягкие, так сказать, переговоры, то есть условные. Чем выше коррупционер, тем меньше он получает. Прокуратура не беспристрастна? Вот у всех такой вопрос возникает. То, что прокуратура с судом договаривается, это у нас всегда. Если надо кого-то закопать, прокуратура с судом работает прямо вот рука об руку. Сговор очевиден. Прокуратура попросила, судья удовлетворила. Вот сейчас вы в Москве пытаетесь попасть в Астрыкину. Однажды вам это уже удалось, повезло. Сейчас что хотите? Что хотите попросить? Нам нужна межведомственная комиссия федеральная, что приехала, разобралась по работе прокурора, прокуроров и судей. В прокуратуре, по идее, должны работать более компетентные люди, более опытные, более грамотные. Но у нас в Томске вот таковых нет в прокуратуре. Потому что там работают родственники, родственники, родственники друзей, знакомых и так далее, чиновников. Ну и, соответственно, как бы донести до него, что все-таки в пику Александра Ивановича наши все-таки Митрофанову это дали мягкое наказание. А сейчас во всех средствах массовой информации Митрофанов говорит, что дело против него было сфабриковано. У людей возникает вопрос, либо генерал сказал правду, и дело против него сфабриковали, сфабриковали кто-то, получается, подчиненные Александра Ивановича. И получается, что Митрофанову на самом деле незаконно осудили, даже условно. То есть человек невиновен. Ну да, я понимаю, что у нас в нашей применительной системе, как правило, совершенно парадоксальной ситуации, что условно это оправдашник. Рыцари, плаща и кинжалов. Где они-то в этом деле? Вот благодаря ФСБ, которые преодолели все-таки прокурорский, так сказать, барьер, которые не давали возбуждать уголовное дело в отношении Митрофанова, они все-таки сумели возбудить уголовное дело. То есть я правильно понимаю, что в Топской области такой сложился, такая линия фронта проходит. С одной стороны, не очень положительные персонажи из МВД и прокуратуры, с другой стороны, более положительные персонажи. Это сотрудники Александра Ивановича и ФСБ. Вот из разговоров, не впрямую, конечно, а вот из обмолвок, сложило впечатление, что они бы, может быть, и возбуждали больше. А кто не дает? Ну вы же сказали, кто-то стоит за линией, на второй стороне. Столько времени потратили люди на то, чтобы против Митрофанова собрать доказательства, да? Да, большая работа. Большая работа проделана. Но с другой стороны, получается, что работу-то не дают. Они работали-работали, работали в пустую. Как вы говорите, оправдашка. Вы вчера стали свидетелем одного довольно-таки ужасного события. Нападавший ударил офицера ножом. Транение оказалось смертельным. Подробности расследования расскажет корреспондент программы «Дежурная часть» Борис Бувшик. Центр столицы здания Следственного комитета на техническом переулке. Здесь и произошло дерзкое нападение. По последним данным, полковник юстиции Владислав Капустин скончался в реанимации, так и не придя в сознание. По информации СМИ нападавшего, зовут Сергей Григорьев. Он приехал в столицу Санкт-Петербурга и якобы хотел записаться на прием граждан. С нападавшим сейчас работают следователи. Проводится его допрос. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его состояния. Следователи тщательно оценят все обстоятельства нападения на офицера. Дерзость совершенного преступления не оставляет никаких сомнений в том, что лицо его совершившее ответит по всей строгости закона. Я разговаривала с людьми, и один мужчина пояснил, что этот товарищ заходил к ним в приемную и вышел оттуда очень недовольный, расстроенный, что его дело никуда не движется, его дело не расследуется и невзято на контроль и вообще не занимается. Получается, что человека довели до такого состояния люди, которые не занимались его делом. Это те же самые следователи на местах, где у него там в Петербурге было, и прокуроры, то есть которым наплевать на трагедию человека. Фактически те, кто не расследовали дело, они вложили нож в руку. На обложке от поступок, с другой стороны, заявление... Так за что вы ворезали? Вот написано в этом, в записке написано. Судья сказала, что я прав, а им все равно. Да? Ну, мировой судья, мировой судья в Ленинграде сказала, что я прав. Вот, и есть постановление суда, а вы все равно заявление мое выкидываете, что в ОДшнике вывести. Она думала, что это участковый один, против него поперлый. А вы зачем человека порезали? Потому что вы мое заявление выкидываете, мою мать избирали, на дорогу выставляли, квартиру отобрали. Мне еще на помойке с матерью жить. Она меня вырастила, стояла в валенках, это торговала. Скажите, пожалуйста, вот это многолетнее противостояние Андрея Кривошейна и господина Митрофанова, скажем так, эта история когда-нибудь закончится? Знаете, мы теперь опасаемся, что Кривошейна могут вынести вот именно такие заказное и заведование правосудное решение, и могут его реально посадить. Доказательств нет его вины. Но ведь это же никого не волнует у нас. Вместо доказательств чистой листы бумаги, даже наркотики не подбросили. Просто чистой листы бумаги вложили в дело, и судья принимает. Зачем системе нужно уничтожить, по сути, сейчас Андрей Кривошейн вот этим приговором? Чтобы неповадно было сдавать тех, кто требует с вас взятки. То есть, понимаете, фактически устрашающе, так сказать, будет, если будет приговор вынесен, будет отрицательный, и Андрей все-таки осудит и на реальный срок за преступление, которое он не совершал, что у нас уже было неоднократно в Томске, то, соответственно, это будет как бы сигнал всем, что ребята, сидите, не высовывайтесь, мы брали, берем и будем брать. А тот, кто будет против? А тот, кто будет против, не будет давать, или, не дай бог, пойдет и скажет, мы его закопаем, мы его осудим, потому что так нам удобно. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. В нашей дискуссии присоединился Дмитрий Галочкин, специалист, эксперт в области безопасности, правозащитник, общественный деятель, который изучил данный вопрос и, я думаю, с удовольствием поделится с нами своими мыслями. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. В современном обществе очень высокий запрос на справедливость, и мы понимаем, что в нашем отечестве, в системе, что-то не ладно. Когда люди понимают, что достучаться по закону невозможно и еще другие пути решений. Да, и по большому счету действительно складывается ощущение, что люди из регионов, как вот наша героиня Галина, то есть люди занимаются тем, что вынуждены ехать в Москву со всех частей России только для того, чтобы достучаться. И это, наверное, такая больная ситуация, когда у людей единственная ассоциация, что если вот дойдут, Александр Иванович, мне помогут, не дойдут, все. Может сложиться революционная ситуация, когда или низы не хотят, или не могут, и верхи не хотят, не могут. Каждый должен для себя найти ответ на вопрос, что нужно изменить в стране, что нужно изменить в нашем обществе, чтобы мы спокойно шли в правоохранительные органы, в следственном комитете, чтобы мы не маялись, органы прокуратуры, суда. Однако, до той поры, пока есть общественные активисты, которые готовы броситься под машину руководитель Следственного комитета только для того, чтобы привлечь внимание к проблемам своего региона, пока есть предприниматели, готовые идти до конца в борьбе с коррумпированными сотрудниками полиции, прокуратуры, до той поры есть надежда, что в России все получится. Субтитры создавал DimaTorzok